Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Что изменится в жизни россиян с сегодняшнего дня? О нововведениях этого месяца расскажем через пару минут. 34 млрд. рублей на улучшение качества электроснабжения. В правительстве региона обсудили проблемы электросетевого комплекса. Говорящие приборы и тактильные подсказки. Незрящие дагестанцы смогут пользоваться техникой с помощью проекта «Центр возможностей». С 1 октября в России перестанут действовать некоторые введенные из-за коронавируса антикризисные меры. В частности, прекращаются выплаты повышенных пособий по безработице и единовременные в случае потери работы. Все социальные выплаты с 1 числа будут перечисляться только на карту МИР. С этого месяца также вырастут на 3% зарплаты сотрудников федеральных госучреждений. Это коснется порядка 530 тысяч гражданских служащих. Это военные, включая гражданский персонал, сотрудники Росгвардии, полицейские и таможенники. Рост дохода составит всего около 1200 рублей. 34 миллиарда рублей выделят на улучшение электроснабжения в Дагестане. Об этом сообщают правительстве республики. Свою обеспокоенность с состоянием электросетевого хозяйства выразил министр строительства и ЖКХ Республики Дагестан Малик Баглеев. По его словам, основные мощности данного комплекса вводились в 60-70-х годах. На сегодняшний день сети и трансформаторы изношены, появляются дефицитные центры питания, возникают перегрузки, особенно в отопительный период. Компания Россети «Северный Кавказ» уже разработала программу повышения надежности электросетевого комплекса. Она обойдется региону в 34,4 миллиарда рублей. С середины августа проект находится на согласовании в Минэнерго Российской Федерации. За полгода дагестанцы совершили безналичные операции более чем на 19 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России в Дагестане. Жители и гости республики оплачивали банковскими картами товары, работы и услуги. Так, объем безналичных операций вырос на 65,9% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Количество операций по снятию наличных в регионе, напротив, сократилось. Дагестанцев все больше привлекает бесконтактная оплата. Росту ее популярности в республике послужили и ограничительные мероприятия в период пандемии, отмечают в региональном отделении Банка России. В Дагестане проверят систему оповещения. Об этом сообщает МЧС по республике Дагестан. Кроме проверки, завтра с 9 до 11.00 утра будет произведен запуск выходных акустических устройств. Это значит, что будут звучать электросирены и громкоговорящие устройства. Список городов и населенных пунктов, в республике на территории которых будет проведена проверка, вы видите на своих экранах. МЧС Дагестана просит соблюдать спокойствие и отнестись к пониманию к проводимым работам. Начальник управления ГИБДД по Дагестану Александр Шалагин посетил муфтии республики шейха Ахмада Афанди. В беседе с духовным лидером Александр Шалагин отметил, что за последние дни произошло немалое количество аварий со смертельными исходами. Ну, грубо говоря, за 10 дней, то есть у нас такие два периода острых, это выходные. Что прошлые выходные, воскресенье, у нас ребенок маленький, годовалый. И вчера опять двое деток. И трое из детей, все по году. Мамы, женщины везут детей или на руках, или на сиденье, вот как вчера. Оба ребенка вылетают, все взрослые живы, дети умерли. Это первый вопрос. То есть обратиться, если есть возможность, с вашей помощью, именно вот с таким, я не знаю, наверное, к женщинам, что ли, как-то, или как правильно. Вы, наверное, лучше знаете, подскажете, через кого донести до нерадивых молодых. Если водители добросовестно будут относиться, этого бы не было. Потому что вот эта женщина, ее сажает он. Он разрешает ей сесть и сказать, требования вот такие, вот такие. Если не будешь выполнять, будь добра, останься дома. Также одним из вопросов, которые обсудили в рамках встречи, стало вождение в нетрезвом состоянии, что зачастую влечет за собой трагические последствия. Председатель Совета Алимов Республики заверил, что богословы своей просветительской деятельности будут обращать внимание верующих на важность соблюдения правил дорожного движения. В Дагестане открыли новую мечеть. Культовое здание возвели в селении Каратсан Каэтакского района. В честь знаменательного события для мусульман состоялось просветительское мероприятие. В нем приняли участие представители власти, религиозные и общественные деятели региона. Выступающие отметили, что мечети призваны способствовать сплочению и укреплению братства в республике. И что самое главное – духовно-нравственному воспитанию общества. Вы знаете, муфтии нашей республики всегда говорят, как бы вы ни смотрели на наших дагестанцев, на их поведение, он говорит, у всех дагестанцев в сердце, может, чуть-чуть и глубоко, но есть любовь к религии. Есть любовь к религии. Она имеется. И сегодняшнее это собрание – показатели этого. Далее состоялось вручение благодарственных писем тем людям, которые внесли значительный вклад в строительство мещетия. Содействие в реабилитации и социализации слабовидящих людей. С такой целью дагестанский филиал Всероссийского общества слепых реализует проект «Центр возможностей», получивший в этом году поддержку фонда президентских грантов. Теперь в Махачкале на базе объединения «Электробыт-прибор» инвалиды по зрению смогут обучиться пользованию современными техническими средствами и электронными приборами. Тему продолжит Курбан Рагимов. Узнать последние новости, прогноз погоды и другую информацию из интернета. Говорящие приборы и тактильные подсказки призваны облегчить жизнь людям с нарушением зрения. К примеру, пользоваться компьютером слабовидящим помогает дисплей Брайля с синтезатором речи. «Погода заголовок управления динссылка. Ссылка как остаток. Ссылка 19 градусов. Ясно». Адаптированные для незрячих тонометры, принтер, проигрыватели, весы и другое специальное оборудование позволяют справляться с ежедневными задачами, экономя время и силы. Все эти технические средства и приборы приобретены в рамках проекта «Центр возможностей». «Этот центр позволит инвалидам ознакомиться с этой техникой, научиться им пользоваться и при желании их заказать. Кроме того, здесь работает у нас специалист, который занимается обучением инвалидов по зрению, консультированием, обучением работе на этой технике». Это не первая идея, успешно реализованная обществом слепых. Организация ежегодно участвует в конкурсах на гранты главы и президентские гранты. На базе предприятия «Электробытприбор» есть единственный в республике цех, где большинство рабочих – слабовидящие. «Сейчас в данный момент наши работники собирают бельевую прищепку, собирают уголки для пластиковых окон. У нас есть еще участок швейный, это внизу. Мы очень много шьем, особенно в этом году в связи с этой ситуацией. Мы активно участвовали в этой программе по оснащению лечебных учреждений и повязками марлевыми, и мягким инвентарем. Мы очень активно, и противочумные костюмы, и халаты, и так далее». Работа по созданию безбарьерной среды для слабовидящих будет продолжена. По проекту «Центр возможностей» запланирован ряд семинаров в семи муниципалитетах, а финальным мероприятием весной следующего года станет Северокавказский съезд инвалидов по зрению. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане открылась выставка «Память поколений». Посвящена она 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция уникальна по своей концепции и масштабам. Она включает в себя более 200 картин отечественных художников XX века, которые наравне с солдатами отправились на фронт и, находясь в окопах, изображали на бумаге войну, борьбу жизни и смерти. Выставка мультимедийная. Все полотна оживают на глазах посетителей. Технологии помогают обеспечить полное погружение в историю и стать свидетелем событий, изображенных на картинах. Вы знаете, более 150 работ отечественных художников, скульпторов XX столетия, они получили свою вторую жизнь в новом цифровом формате. Это новый взгляд на эпохальные военные события и суровые фронтовые публики. Для того, чтобы эта выставка получилась, были картины более 40 музеев. Была проведена колоссальная работа по цифровизации, по анимации, оживлению. И каждый зал экспозиции – это отдельная эмоциональная часть. Экспозиция продолжится до 30 ноября. Увидеть выставку жители и гости республики смогут в историческом парке «Россия. Моя история». Главным деревом страны стал древний платан из Дербента. За него было отдано около 40 тысяч голосов. Это почти вдвое больше, чем у его соперника – дуба из Чувашии. Российское дерево года является отборочным этапом ежегодного конкурса «Европейское дерево года». Теперь на международной арене нашу страну будет представлять уникальный платан из Дербента. Также ветвистый дагестанец получит сертификат на безвозмездные обследования и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра древесных экспертиз. Отметим, что возраст этого дерева составляет 285 лет. Оно расположено на территории древнейшей джума-мечети страны. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!